Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Семья». Вопрос 2168. Хотя в начале действительно апостолы были и женаты, но сам же апостол Павел говорит, что семейный уже не так может полно отдаваться на служение церкви. Разве плохо, что сейчас все епископы монахи? Они служат только Богу во всей полноте и любви ко Христу. Ответ Игнатия Лапкина. Совсем даже неплохо, но на это Господь наш отвечал очень кратко так. Матфей 19.8. Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. То есть, что бы ни приводили люди в основание своей нужды, и даже если бы и подтверждали это соборными, позднейшими постановлениями, но все же Бог изначало этот вопрос установил разрешать совсем не так. Придумали по согласию, в кавычках, массовые разводы законных браков производить ради славы же Божьей и пользы церкви, в кавычках. А это все от жестокосердия и от комплексов, иногда даже чрезвычайно духовных, в кавычках, заклиниваний на бисере девства, в кавычках. Хотя бы тысяча вселенских соборов устанавливали свои каноны, что епископами могут быть только монахи, все это есть несусветная и дикая ложь на закон Божий и на Дух Христов, который дал изначально свои откровения и по этому вопросу в Библии. А слова Писания неизменны до второго пришествия Христова. Матфей 5.18 Как небеса и земля составлены сначала, и так будут до пришествия Христова существовать, стоять, так и слова Божии, сказанные сначала в Библии, даже того тверже будут стоять, и никаким сонмищем нарушителей их не ниспровергнуть даже под видом благочестия и большей славы Божьей, в кавычках. 2 Петра 3.5 Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Не Слово Божие составлено людьми, живущими на земле под небом. Словом Божьим сотворены небеса и земля. Монахи сами канонизировали своих монахов, святителей, и потому в их понимании и все небо состоит чуть ли не из одних монахов, и руководить женатыми они могут, как очень мудрые, поправившие Слово. Предлагаю ознакомиться с их доводами в пользу монашества епископата. Иоанн, епископ Смоленский, о монашестве епископов. Почаев, 1904 год. Репринтное издание «Монреаль», 1980 год. 157 страниц. Предисловие архиепископа Виталия. Патриархат не только полностью подчиняется коммунистической партии и является его послушным орудием, но некоторые члены его просто вербуются из членов партии. Иоанн, в высшей степени даровитый суровый церковный оратор, скоропостижно скончался 17 марта 1869 года. Он доказывает, что епископы в православной церкви непременно должны быть монахами. Страница пятая. Несомненно, что в первые четыре века христианства епископы могли быть в супружестве. В первые века сами аскеты могли невозбранно оставаться в кругу семейном и общественном. Таким образом, супружество епископов в первые века должно быть понимаемо вовсе не как совершенство церковного устройства и управления, а скорее как несовершенство, по крайней мере, неопределенность. 1 Тимофея 3.2 Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. 1 Коринфянам 9.5 Апостольские правила, собранные в конце 2-го или начале 3-го века, говорят о женатом епископате. 1 Коринфянам 10.5 Правило 5. 5.1 Епископ или пресвитер или диакон да не изгонит своей жены под видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного, а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина. У Климента Римского написано, епископу хорошо быть безбрачным, если же не так, по крайней мере, быть единобородным. Апостольское правило сороковое. Ясно известно да будет собственное имение, имущество епископа, если он имеет собственное, и ясно известно Господне. Дабы епископ, умирая, имел власть оставить собственность, кому хочет и как хочет. Дабы под видом церковного не было растрачено имение епископа, имеющего иногда жену и детей, или родственников, или рабов. Ибо праведно это пред Богом и людьми, чтобы и церковь не претерпела никоего ущерба по неизвестности имения епископского, и епископ или его родственники не подвергались отобранию имения за церковь, или же дабы близкие его не впали в тяжбу, и кончина его не была сопровождаема бесславием. Правило 51. Священного чина и отвержен от церкви. Так же и мирянин. Страница 10. Уже во II веке является мысль о подчинении даже всего клира безбрачию, как закону. Дионисий в своем послании в Крит убеждает их не спешить принуждением всех клириков к безбрачию, а иметь в виду немощи многих. Епископы советовали подавать более твердую пищу и питать клириков более совершенным учением, чтобы они, принимая постоянно сладкое учение, не состарились в детской жизни. Страница 11. Апостолы не давали положительного правила безбрачия епископов. Апостол Павел отдает предпочтение безбрачию и девству перед супружеством, даже в мирской жизни христиан. 1 Коринфянам, 7 глава, 1 стих, 7 по 8, 26, 29, 32, 34, 38 стихи. Церковь с самого начала запрещала безбрачному духовенству держать в своих домах какие бы то ни было лица женского пола, хотя бы для обычных домашних услуг. И прежде всего требовала этого от епископов. Так, в 267 году по Рождестве Христовом Собор в Антиохии торжественно осудил Павла, епископа антиохийского, между прочим, за то, что, быв безбрачным, он держал в доме женщин и позволял тоже своему клиру, хотя в беззаконной связи с ними не был изобличен. Страница 12. 13. На Первом Вселенском Соборе в Никее был поднят вопрос о супружестве клира, и от многих епископов, с которыми было и весьма много пресвитеров, предложено было обратить безбрачие в общее правило для всего клира. Но некоторые из них, и между ними особенно Пафнутий, один из египетских, сам строгий подвижник и девственник, убедили Собор не налагать на всех этого бремени, не для всех удобоносимого. Правило третье. Коснулось только безбрачных членов клира. Великий Собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону и вообще никому из находящихся в клире не было позволено иметь сожительствующую в доме женщину, разве матери или сестру, или тетку, или те только лица, которые чужды всякого подозрения. В продолжение всего IV и V веков еще не было дано исключительного правила и являются еще супружествующие епископы, как, например, Григорий Низский, брат Василия Великого, Григорий Назианзин, отец святого Григория Богослова. Страница 15. Безбрачное духовенство в Римской империи установило слишком еще задолго до Григория VII, который только усилил это правило тем, что отлучил от церкви всех женатых клириков, лишил супружества их всякого даже гражданского значения и подвергал отлучению из самых мирян, принимавших таинство от женатых пресвитеров. От первых веков монашество приобрело явное преимущество в цене и в силе перед мирским белым духовенством. Стали ставить монахов в епископы, вызывая их из пустынь. Быстро распространялась эта мера по всем странам, где только водворялось монашество. В некоторых местах, как в Египте, Сирии, Месопотамии, лучшие из монахов получали архиерейский сан даже без определенного назначения на епархии. Если епископы в IV-V веках были женатыми, то ныне должны были воздерживаться от супружества по доброй воле. Если потом они позволяли себе жить с женами, то епископы эти подвергались суду и лишению сана. Это уже предполагало силу закона. Страница 18. На безбрачие епископов был закон только не писанный. Церковь первых веков руководствовалась больше духом, нежели письменами. Более живой практикой, нежели мертвой буквой. Вот почему законодательство церкви всегда имело характер преданий. Безбрачие епископов вошло в церковь под влиянием чистейшего духа Евангелия. Страница 19. Гражданские законы Греко-Римской империи в начале VI века уже не признавали супружества в епископском звании. Они даже положительно требовали разлучения с женами тех пресвитеров, которые избираемые были в брачном состоянии на епископство. В новеллах Юстиниана не иначе посвящать в епископы, как если избираемым было определено, достойный в других отношениях, не будет иметь детей и уже не сожительствовал бы с женою. Никого не поставлять епископам иначе, как если кто предварительно или примет монашество, или будет помещен в клире, по крайней мере на шесть месяцев. И в последнем случае поставлять только таких, кто не имеет детей или племянников и уже разлучился навсегда с женою. Это значит, что государство и общество со своей стороны признавало всю силу церковного порядка, его пользу и необходимость, даже в гражданском отношении. В IX веке это требование отменено гражданскую же властью, но в это время монашество уже утвердилось на архиерейских кафедрах. Трульский собор 681-692 года, правило 12, дошло до сведения нашего и то, что в Африке и Ливии и в иных местах некоторые из тамосущих боголюбезнейших предстоятелей и посовершившимся над ними рукоположениями не оставляют жить вместе со своими супругами, полагая тем притыкание и соблазн другим. Имея же великое отчаяние, дабы все устроить к пользе порученных паств, признали мы за благо, да не будет отныне ничего такого. Сие же глаголем не ко отложению или превращению апостольского законоположения, но прилагая попечения о спасении и о преуспеянии людей на лучшее и о том, да не допустим какого-либо нарекания на священное звание. Ибо глаголит божественный апостол, все во славу Божию творите. 1 Коринфянам, 10 глава, 32-33. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как и я, угождая всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. 1 Коринфянам, 11-1. Будьте подражателями мне, как я, Христу. И если же кто усмотрен, будет сьетворящий, да будет извержен. Страница 21. Вселенский собор не считал нужным в свое время стесняться апостольскими правилами, допускавшими супружество в архиерействе, и за лучшее и более полезное для церкви признал отменение или ограничение этих правил. И, наконец, без женства епископов должно быть так строго соблюдено и супружество так нетерпимо в их сане, что виновные в противном подвергаются извержению из сана. С этого времени уже не видно супружества в Восточной Церкви, даже в виде исключения. Но какая же судьба ожидает жен, разлученных с мужьями по рукоположению их в епископы? Правило 48. 6-й Вселенский собор. Жена, производимого в епископское достоинство, предварительно разлучается с мужем своим по общему согласию. По рукоположении его в епископа да вступит в монастырь, далеко от обитания сего епископа созданный. И да пользуется содержанием от епископа, если же достойно явится, да возведется в достоинство диконисы. На поместном Константинопольском соборе 1185-1195 года было повторено. Если же жена добровольно не захочет принять пострижение, то их мужья, хотя бы уже посвящены были в архиерейский сан, лишаются своего места и достоинства, и на место их другие избираются. И это постановление утверждено царской властью. Страница 23. Казалось бы, даже гораздо проще и легче узаконить выбор архиереев исключительно из монахов. Но церковь не хотела и не могла узаконить такого порядка навсегда. И это объяснить нетрудно. Во-первых, монашество во всяком случае есть дело доброй воли, дело личного, совершенно свободного выбора. Поэтому, как дело необязательное ни для кого, оно может подвергаться разным случайностям. Может и умножаться в церкви, и сокращаться. Может и совсем прекращаться на более или менее продолжительное время. Но епископство должно быть в церкви всегда неизменно, до скончания века. Как же можно было бы основать его на такой нетвердой, то есть непостоянной, ненеизменной почве, как его монашество? Это значило бы и само епископство подвергать тем же случайностям, как и монашество. И во-вторых, выбор по монашеству – это выбор по сословности, 6-й вселенский, 33-е правило. Что влечет неблагоприятные для церкви последствия. И нет правила, чтобы избирать на епископство исключительно из клира. Страница 25. Таким образом, этими действиями церковь, можно сказать, предупредила и отняла силу у современных нам возражений противомонашества. Они были бы гораздо сильнее, если бы монашество утвердилось на архиерейских кафедрах только формальными узаконениями. Это понять кажется нетрудно. В известных церковных, соборных и отеческих канонах мы не находим прямого правила, чтобы епископы, избираемые из клира, белого духовенства, безбрачного или брачного, по избрании обязывались формально принимать монашество. Седьмой Вселенский собор, восемнадцатое правило. «Беспредкновенный бывайте и внешним», — глаголит божественный апостол, — «но пребывание жен в епископиях или в монастырях есть вина всякого соблазна». Всего ради, если усмотрено будет, что кто-либо имеет рабу или свободную в епископии или в монастыре, поручая ей какое-либо служение, да подлежит епитимии, закосневающий же в том, да будет извержен. Если и случится женам быть в загородных домах, и восхочет епископ или егумен путь творить там, то в присутствии епископа или егумена отнюдь никакого служения да не исправляет в то время жена, но да пребудет особо на ином месте, да коли последует отшествие епископа или егумена, да не будет нарекания. Эти же правила положены для всех служителей безбрачных. Первый Вселенский Собор — третье правило, шестой Вселенский Собор — пятое правило, Василий Великий — восемьдесят восьмое правило. Страница 42. Даже после самого тщательного изыскания едва ли найдешь, чтобы живущие в мире когда-нибудь удостаивались священноначалием, а монахам оно как будто жеребием суждено. Только недоброе поведение многих все испортило, и важность схемы унижена и ослаблена. Страница 43. В Константинополе еще в III веке были епископы с женами и детьми. Это Тит, Домицы, Проб, из которых последний был сын предыдущего. Приемником Проба был его сын Митрофан. Страница 52. Восточные епископы поставляются исключительно из монашествующих. Белое духовенство заявляло свое неудовольствие, что его не допускали до высших степеней, предпочитая монахов при избрании архиереев. Они считали это и несправедливым, и несогласным с канонами. Страница 57. Что касается в особенности архиерейства, то оно было учреждено прежде монашества, и существовало вне его до того времени, как организовалось монашество в своих правилах. Следовательно, нет и спора о том, что архиерейство возможно без монашества. Страница 69. Между еретиками и епископами были и монахи, как, например, Нисторий, Пир и другие. Но это были прежде всего худые монахи. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.